В целом вопрос, насколько планируешь содержаться в Спартаке, насколько это для тебя там? Я хочу больше, много, много содержится здесь, потому что у меня здесь приятно и отношения, и самая команда нравится. Но все зависит от меня и от руководства. Ты сказал, что Спартак похож на Интер. Мы примерно все понимаем, что ты имеешь в виду, но хотелось бы, чтобы ты немножко расшифровал, а ты сам это понимаешь. Вот почему у команды, допустим, в некоторых трех, в пяти пунктах, Спартак и Интер, чем они похожи? Ну, похож один пункт, иностранцы много. Другой пункт, можно сыграем 6-7 игр очень хорошо и с аутсайдером дома проиграем. Это второй пункт. Иногда по игру, по игру очень похож, когда примерно проиграем один или два. На ноль, вы не знаете, у нас в последней минуте что творится, можно сделать два-два и три-два можно выиграть. Характерная команда. Болельщики тоже, как Спартака. Ну, лучше сколько сказал, четыре феты. Какого игрока лично ты бы пригласил в Спартак, если бы это зависело от тебя? Но не будем брать очевидные варианты Месси и Роналда. Какой-нибудь такой неочевидный вариант, кого бы ты пригласил, если бы это зависело от тебя? Сколько игрока надо назвать? Ну, назови там два-три игрока, если бы ты от тебя зависело. Один игрок, который мне очень нравился, он сейчас в Красноаре играет. Шаро Кабаре и примерно Серхио Рамос. Интересно. Ну, ладно. Почему Рамос пока не выслал? Почему Кабаре? Ну, Кабаре меня сколько? Я уже знал сколько? Три лет? Ну, очень нравится. Он настоящий бойц. Сергей Галецкий сказал, что это лучший опорный защитник по игре, ну, в обороне, так скажем. Да. Прав. Это правда. Это мое мнение тоже. Перед началом сезона ты себе ставил какую-то планку, гол плюс пас, сколько надо забить? Ну, не ставил, но остальные семь игр хочу набрать, так можно сказать, 4-5. 4-5, гол плюс пас, да? А вообще для атакующего полузащитника нормальная цифра эти какие за сезон? Ну, еще раз повторюсь, вы знаете, что в России очень тяжело забиваться и отдаваться, но нормально для атакующего полузащитника Нормально, я думаю, что 7-8 гола и то же самое, придачи. Это нормально. Это хороший показатель. Тут одно шуточное предложение. Как вы относитесь к тому, чтобы атакующего футболиста выплачивали минимальную зарплату, а бонусы за репутативные действия были существенно выше этой самой зарплаты? Ну, есть такие контракты, я помню, по моему Бобу Вери, Кристиан Вери бил Фиорентина, играл и давали на или Лука, точно не помню, зарплата била 1000 евро. На гол давали па 100 000 евро. Но он за 3 месяца забил 7-8. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!